Ребята, всем привет! Я нахожусь сейчас в Москве уже несколько дней. И что вы заметили? Что у меня нарощенные волосы. Они не супер прям длинные. Такая длина, которая, мне кажется, очень мне подходит. Не короче, не длиннее. Прям моя любимая длина, я бы даже так сказала. В общем, я накрасилась. Сейчас еще чуть-чуть подкрашу свои неровности, так называемые, и буду выходить. Не знала до конца, буду я сегодня что-то снимать или нет. Возможно, этот день будет не один день в этом влоге. Скорее всего, так и будет, не знаю пока. Но подумала, что сегодня мне сделают ресницы, и поэтому я хочу, чтобы вы запомнили меня такой. Потому что, скорее всего, больше вы меня такой не увидите. Ну, в ближайшее время точно. Так, все равно видно их. В общем, рассказываю. Вчера ко мне приходили снимать старые капсулы, которые ужасно отросли. И сделали новое наращивание. На дому, стерильненько, все было нормальненько. Вот. Я безумно рада, очень счастлива. Еще мы потонировали мне волосы. Мои волосы сейчас темнее, чем те, что мне нарастили. И когда они перемешиваются, тут получается несколько оттенков. Но это неплохо, потому что, во-первых, тонировка будет смываться с моих волос. А во-вторых, мне кажется, что получилось очень даже натурально. И я рада, что наконец-то у меня снова такие более темные волосы без смывшейся тонировки. Потому что концы у меня были осветленные, сами, наверное, помните. Я не так давно встала, поэтому еще голос у меня такой дурацкий. Выпила кофе, накрасилась. Сейчас я поеду. Сегодня у меня такие планы. Мне сейчас нужно заехать к маме. Отдам ей телевизор, который у нас тут дома был, который мы не пользовались. И она отвезет его на дачу. А еще в этом блоге мы поговорим про новую рубрику, которую я хочу запустить на своем канале. И знаете, о чем я вчера подумала? Подумала о том, что я же хочу помогать людям. А потом подумала о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад. А потом подумала о том, что не делай добра, не получишь зла. Я просто это все к чему? Я знаю, что все люди разные. И кто-то может быть абсолютно не согласен с моим мнением. И вдруг начнется что-то такое, типа как с Региной было. Я не знаю, это жесть. Но я не планирую затрагивать какие-то сложные и тяжелые темы, в которых я не разбираюсь. И буду очень внимательно следить за тем, что я говорю. Учитывая, что у всех людей все по-разному. И разные мнения, и разные проблемы. Это будет очень сложно. Но мне кажется, я к этому готова. И люди угорают в том, что я пересмотрела мужское и женское. И запускаю свое мужское и женское. На самом деле, я не знаю. Мне кажется, что я готова к этому. Карина говорит, ты готова, ты можешь, ты уверена, что ты сможешь психологически. Там же столько будет историй сложных. Не знаю. Не, я хочу просто помочь. Чем смогу. Если будут какие-то письма, с которыми я не смогу помочь, и я буду понимать, что это слишком тяжело, то я просто отвечу этому человеку на почте и напишу письменно все, что я думаю. И постараюсь его поддержать письменно на почте. Потому что, ну, есть некий страх. Какие-то очень сложные истории бывают. В общем, об этом мы тоже в этом влоге поговорим. Поэтому... И еще, конечно же, будет у нас уже сегодня в этом влоге почта, на которую надо будет присылать письма, истории свои. И я буду их читать в рубрике своей. В общем, посмотрим, не знаю. Не знаю. Я думаю, что мы начнем с чего-то менее сложного. Если будет много писем, буду выбирать какие-то более понятные мне истории, а потом уже пойдем дальше. Вот. Я буду стараться обязательно максимальное количество людей вставить видео, их истории, и буду стараться максимальному количеству людей помочь своим каким-то советом или просто поддержкой. Но знаю одно, что мне пора выходить. Еще я, не знаю, покушать дома или заехать в МАК. По поводу моей кожи. Новости. В общем, в принципе, прям... Я бы не... Я не знаю, не знаю, что скажете. Вот у меня вот здесь вот очень неприятная штучка. На лбу тоже. Вот здесь как будто лучше становится уже. Вчера мне пришла посылка от Dr.Jart, и мне они прислали попробовать их линейку с проблемной кожей. Я им написала то, что очень-очень хочу попробовать. Там у них, по-моему, гель для смывания, тоник, вот это вот все. И вчера ночью я все это проделала, попробовала. И мне кажется, то, что сегодня действительно стало лучше. По крайней мере, у меня вот те красные участки, типа пост-акне, я не знаю или что, это просто красные вот болячки, они стали менее красными. И когда я смотрела сегодня без косметики на себя, я подумала, что, ну, с этим можно работать. Можно, в принципе, приподнять свой нос и идти дальше. Я думаю, что сегодня так долго все буду делать, реснички, маникюр, педикюр. Но, знаете, я так этого жду. Вчера вот волосы мы делали ко мне, приходили в 11.30. А закончили мы в 7.30 или в 7.40. Вы можете это вообще представить? Вы можете в это поверить? У меня оказалось, что очень много капсул нужно сделать на виски, чтобы было идеально, чтобы ничего нигде не это самое. Потому что вот здесь вот, вот эта часть волос, это капсулы. То есть получилось у нас 110 капсул, прикиньте, 110, просто виски зарастить. Но они микрокапсулы, если что, типа это небольшие, не толстые, они маленькие. Поэтому, в принципе, если бы это были стандартные капсулы, то половину меньше их было бы. Вот, но маленькие просто, конечно же, лучше будут выглядеть, потому что они будут меньше распадаться на суперогромные прядки и более натурально выглядеть. А остальное у нас 3 косички, Голливуда, как обычно. Так что вот, не очень хочу кушать дома, хотя у меня есть еда. Ресницы у меня, кстати, я, походу, себе ресницы подстрела. Кстати, я узнала про нити, про которые я с вами болтала, то, что я бы хотела себе поднять бровь. В предыдущем влоге это было, если что, посмотрите. И я узнала, что они не очень хорошо работают, точнее, они, как только тебя сделают, да, будет вообще очень приподнятая бровь, но, скорее всего, там будет кожа собираться 2 недели, и это будет, ну, как бы стрёмно выглядеть. А потом, когда вот это всё начнёт рассасываться, то и бровь опять вернётся на своё положение. Это то, что я узнала про нити. Но также я узнала, что есть какая-то лифтинг-подтяжка гелем. Я пока не знаю, как это работает, поэтому я написала за линию The Last Beauty, у которой я делала губы, нос, подбородок. Кайфую, я счастлива, мне всё нравится, поэтому, ну, всё, кроме крышей и того, что нет ресниц. Вчера я смотрю на себя в зеркало с нарощенными волосами, такая думаю, блин, да, вообще, да. Я скучала, да, красиво. Но потом я смотрю на свои глаза и думаю, блин, чего-то очень жёстко не хватает, и это ресницы. Поэтому поехали делать ресницы. Мне уже пишет мама, спрашивает, когда я заеду, а я уже выхожу. Потом заедем в Макдональдс. У меня во рту конфетка, потому что я ничего не ела ещё сегодня. Вчера, позавчера мы заказывали хачапури, и это было так вкусно. Просто хотела вам сказать, что я так по ним скучала, это было так вкусно. Они такие вкусные были. Мегрельские, если что, не аджарские, потому что аджарские я всегда боюсь заказывать на дом, потому что они могут быть не такие вкусные. Но в ресторане берут аджарские обычно. В общем, я отвезла маме телевизор, ещё стремянку, они всё это на дачу отвезут. О, шикардос. Сейчас мне навигатор показывает, если я заеду в Макдональдс и поеду на место, где медицинский центр, это займёт у меня 31 минуту, и буду я без одной минуты в 3. А у меня на 3 запись как раз-таки. Но проблема в том, что он, наверное, не учитывает, что я могу стоять в пробке в Макдональдс. И придётся немного опоздать, но, по крайней мере, я не буду сидеть и урчать с животом, как сумасшедшая все 4 или 5 часов, сколько я там буду сидеть. В общем, пожрать надо. Почему я не люблю делать ресницы? Потому что, когда мне делают ресницы, у меня закрыты глаза. И я не люблю, когда у меня закрыты глаза. Ну, типа, одно дело, когда тебе делают волосы, и там ты можешь в телефоне сидеть. Маникюр ты можешь тоже что-то как-то смотреть, тоже в телефоне сидеть одной рукой. Педикюр тем более. Вообще, расслабон. Педикюр я обожаю. Но ресницы ты просто лежишь и ждёшь. И это я не очень люблю. Так что, ладно, сейчас заеду в Макдональдс и поеду дальше. Знаете, я думала, что сейчас будет легко найти парковочное место, потому что всё-таки большинство людей на удалёнке, дома, на дачах, всё такое. Но нет. Мест, конечно, чуть-чуть побольше, но мне пришлось встать далеко от медицинского центра. Но, слава богу, хорошая погода, хотя только что был дождик. Вот я сейчас иду. Сейчас уже три часа. То есть, ну, короче, не сильно опаздываю. Единственная проблема, я там ни разу не была. Мне сейчас нужно будет как-то найти Катю. Ну, я думаю, я ей позвоню, и всё решится. А ещё я в Улгах, который с дачи привезла. Кайф, да? Так и хочется пойти гулять. Просто гулять с подружкой, фоткаться, пить кофе. А не вот это всё. Ой, ладно. Ребята, всем привет! Я уже на даче, такая счастливая, лучезарная, такая модная, просто с ума сходишь. Вот, какая красотка! Я даже не обращаю внимания на те прыщи, которые не замазываются. Как вы видите, в Москве мне не удалось нормально поснимать, поскольку я постоянно бегала, куда-то ходила. Ну и, в общем, сами знаете. В общем, всё подробно сегодня я вам расскажу в этом влоге, как прошли мои каникулы в Москве, потому что это просто счастье для меня. Вот сейчас я просто чувствую, что я свечусь от счастья. Во-первых, посмотрите на мои... Посмотрите на мои ногти, сейчас покажу получше. Я уже в Инстаграме показывала. Я просто в восторге. Это так красиво. После коротких зелёных ногтей. Вот такие длинные, с таким амбре. Очень-очень нравится. Напишите, как вам. Я прям кайфую. Я прям, знаете, вернулась в обычную жизнь, свою любимую жизнь, где с длинными ногтями, ресницами, наращенными волосами, наращенными. Не знаю, вот меня так блестит, потому что я постоянно не понимаю, как правильно говориться, потому что... Проходи, мой хороший. Постоянно думаю, как же правильно произносить. Нарощенными, наращенными, потому что когда я... О, боже! Какая-то скалопендра. Хорошо, что она за окном. Господи. Обожаю животных. Так, в общем, скрипыши мои. Пока я замажу себе вот эти прыщоды, которые я уже замазывала, но они такие... Они просто очень любят внимание, поэтому они хотят, чтобы все их видели. Буду рассказывать. В общем, сделала реснички. Я очень переживала, потому что получилось больше, чем я делаю в последний год, я не знаю сколько. Переживала, что начнут писать, зачем так много сделала и все такое. Но я объясню. Во-первых, сейчас мне очень нравится. Конечно, когда я встала только... Когда я была без ресниц очень долгое время, потом встала и увидела, что у меня столько ресниц, я чуть с ума не сошла, потому что я такая... Их так много! Мне было настолько непривычно, мне казалось, что мне, знаете, сделали не 4D, если что, это 4D. Кто не в курсе. Это 4 нарощенные реснички на одну свою клеится. И я, конечно, просто выпала в осадок, когда все это увидела, потому что подумала, как их много, как мне дальше с этим жить. Это настолько для меня непривычно. Для меня самое главное было, чтобы ресниц не было настолько много, как раньше я делала, потому что вы сами знаете, что в какой-то момент я поняла, насколько это мне не идет, насколько это меня портит, когда очень-очень много ресниц. Но сейчас к этим я привыкла. Конечно, их тоже дофига. Но я понимаю, что лучше сделать побольше, знаете, и подольше проходить, учитывая обстоятельства, которые сейчас у нас в жизни есть, да, чем сделать мало, потом опять сидеть, нервничать и думать. Потому что я знаю, что где-то дней через 10 у меня будет их как бы еще меньше, и это будет примерно то, что как бы и надо мне, чтобы не очень много и не мало. В общем, идеально будет, я думаю. Сегодня я сделала такую себе прическу. Я очень мечтаю научиться делать колоски, потому что я очень люблю собранные волосы, прически такие, и намного больше даже, чем ходить с распущенными постоянно. И я не умею делать колоски, да. Я подумала, как же мне сделать так, чтобы, во-первых, скрыть мою грязную голову, потому что оказалось, что она грязная. А я вчера ее не помыла, и это значит, что у меня есть варик, только сегодня вечером ее мыть, потому что днем это займет очень много времени, вечером не жалко, когда уже ничего не снимаю, когда уже сейчас можно даже не до конца сушить, а сейчас такой возможности нет, поэтому я думаю, как же мне их собрать так, чтобы получилось красиво, но не в хвост, например. Потому что в хвост я пока их не могу собрать, поскольку новое наращивание, все очень натянуто, конкретненько, я бы так сказала. И, во-первых, это будет неприятно, тяжело, и все такое. Поэтому я сделала сюда два хвостика, собрала буквально передние волосики, не очень много, сделала два хвостика, получилось так, что у меня, ну, распущенные волосы, просто два маленьких хвостика висят. И уже завязала их, ну, заплела их в косичку, в обычную. И получилось что-то типа колосков, только как бы такая дещевая версия. Поэтому, ну, а что поделать, мне очень хочется научиться, поэтому, может быть, когда-то я к этому приду. Вот, я их еще так вот растянула немножко, чтобы они как бы такие толстенькие были. Вот, все равно не идеально, но ничего, ничего в целом, мне нравится, необычненько. Так, вот, какие еще у меня новости? Еще сделали мне, конечно, педикюр, как всегда сделала, красные ногти на ногах. Я всегда делаю ногти красные на ногах. Не знаю, мне кажется, это красиво, клево. Кто тоже так делает, напишите в комментариях, потому что я, честно говоря, не признаю на ногах, на ногтях, какие-то другие цвета, типа зеленый, желтый, оранжевый, розовый даже, черный тем более. Мне кажется, это выглядит вообще не очень, особенно когда, извините, особенно когда ногти, ну, как бы, немного отрастают, выглядит странно, как будто бы я сама себе их накрасила, либо мне, там, 10-летняя девочка их намазюкала. Ну, это у меня лично такое, поэтому для меня красный всегда это самый, самый идеальный цвет для ногтей на ногах. Вот, а на руках можно делать всегда, что хочешь, но вот мне хотелось что-то поспокойнее, что-то необычное, красивое, но при этом нежное. И, конечно же, длинные ногти, я так счастлива, посмотрите вообще, какая я счастливая. Волосы, ресницы, ногти, ноги, еще мне сделали ламинирование бровей, вот, но оно не сильное, поэтому, поэтому, в принципе, особо как будто бы ничего не изменилось, но, по крайней мере, теперь мне их не обязательно укладывать постоянно каким-то гелем. Также я сходила на лазерную эпиляцию в Smile Studio, но, как бы, самое главное посещение Smile Studio у меня было именно по зубам, посмотреть мои зубы, виниры, я уже вам рассказывала, все это объясняла, и я сделала лазерную эпиляцию, и в первый раз в жизни я сделала другую лазерную эпиляцию, то есть, я на протяжении, не знаю, сколько месяцев, год точно, я ходила, и мне делали диодным таким лазером, я плохо, честно говоря, в этом разбираюсь, хотя это странно, учитывая, сколько всего я с собой делаю, куда я хожу постоянно, по всем салонам, но в этом я не сильно разбираюсь, но мне делали диодным, который вот такой, типа, пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип, и светом как бы светит, который, перед тем, как делать этот лазер, нужно гель наносить, он как бы проводник для этого луча от лазера, вот, а тот, который я делала в Smile Studio, это Александритовый лазер, хотя мне казалось, что я уже много раз делала на Александритовом, я так понимаю, что это просто может быть одна какая-то фирма, знаете, но лазеры у них другие, разные старые, там, новых поколений, ну, в общем, тот лазер, который я делала в Smile Studio, первый раз такой видела, в общем, он не так вот пип-пип-пип-пип-пип, а точечно, типа, пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип, то есть сам, ну, понятно, нажимаешь, и все такое, Ой, ну не я сама делаю, понятное дело. В общем, суть в том, что у диодного лазера, которым мне делали охлаждение, как бы стоит сначала охлаждение, а потом лазер. И оно как бы проводит, и то есть оно как бы охлаждает сначала, а потом как бы огонек проходит. Ну где-то или тут охлаждение стоит, а тут лазер на одной прям такой штучке. В общем, я так плохо объясняю, забейте, пожалуйста, извините. Но кто поймет, как тот поймет, кайф. Вот. А у этого наоборот, то есть оно точечно вот так вот подносит такую трубочку. Здесь сначала горит зеленым, она нажимает, ну врач нажимает на кнопочку, выскакивает такая как будто струя белая охлаждения, так вот псик. И сразу после этого идет как раз таки лазер. Во-первых, он абсолютно другой. Я не помню, мне объясняли, я спрашивала, в чем разница. И я все-таки забыла, в чем разница, но разница большая есть. Во-первых, когда мне делали такой лазер, который я никогда не делала, вот этот вот пик-пик, я чувствовала больше сжженных волос. Именно запах сжженных, сожженных волос. Когда мне делают диодным, я такого не чувствую. Но я вам хочу сказать так, что когда я делаю диодным, у меня процедура занимает где-то час, час пятнадцать. А я делаю подмышки, руки, бикини, ноги. То есть, ну, много зон. А на этом лазере, Александритовым или как его там, процедура заняла, мне кажется, минут двадцать, двадцать пять. То есть, это все было настолько быстро. И суть как раз таки еще различия этих лазеров в том, что диодным можно много раз по одному и тому же месту типа водить. Ну, немного, но можно как бы проходиться. А этим нельзя. То есть, ты сделал один раз в одном месте, больше там не делаешь, идешь в другую сторону. Потому что иначе можно получить типа ожог, что-то такое мне объясняли. Вот. Ну, посмотрим, в общем, какой будет результат. Я уверена, что все будет классно. Потому что мне многие начали даже в директ писать. Я как бы тоже эту историю коротко рассказала в историях. Мне начали в директ писать то, что это лучший лазер. И он типа намного круче, чем диодный. Не знаю. Я пока, понятно, не могу увидеть результат. Но одно я знаю точно, что когда мне делали эту процедуру лазерную, я смотрела на руку. И там есть, например, маленькие точечки волос. У меня темные волосы достаточно. И как бы не всегда же все можно сбрить и убрать. То есть, все равно бывает, что если очень такие густые, темные волосы, их все равно видно. Даже если ты побреешься. И вот я смотрела, я видела, что там, где она нажимает, там, где происходит эта вспышка лазера, там нет этих волос больше. То есть, они сразу же, мгновенно, видимо, как-то сгорают. Я не знаю, что. Я не понимаю пока, как это работает. Но я точно знаю, что те, кто никогда не делал лазер, если вы пойдете делать лазерную эпиляцию, во-первых, не нужно сразу ждать результата. То есть, это не так происходит, что вам сделали. Это не воск, типа, да, нужно понимать, что где-то через две недели вы увидите результат. Да, через две недели начнут выпадать вот эти волосы и все такое. То есть, так всегда с лазером. На любом лазере, и на диодном, и на вот этом, который мне делали. Поэтому просто на всякий случай предупреждаю. Так что напишите, что вы думаете по моим ресничкам. Мне нравится. Я уже привыкла. Сначала я немножко переживала, потому что настолько отвыкла от того, что у меня ресницы на глазах. И сейчас я смотрю на себя, я понимаю, что вот даже без косметики, без всего прыща, какой угодно, с грязной головой, я себе нравлюсь. Вот всего-то надо было реснички сделать и ногти. Кстати, еще я начала пользоваться уходовой косметикой от Dr.Jart. Мне ее прислали. И я вам даже могу показать, что я делаю. Мой такой вечерний уход. Может быть, вы что-то мне еще посоветуете. Может, я делаю что-то не так. Но мне нравится результат. Мне нравится результат, который я уже вижу. Несмотря на то, что, может быть, для вас мало чего изменилось, но для меня есть изменения. В общем, мне прислали вот такую вот линейку. Это умывалка. Можете посмотреть. Но тут на русском нет. На коробочке у меня на русском все написано. То есть, сначала я умываюсь вот этим вот косметикой. Хотя, ладно, скажу честно. Сначала умываюсь вот этим, потому что этим быстрее и легче всего снять. И мне не хочется сильно тратить вот это. А потом уже я вот этим прохожусь. Это тоник. Потом я пользуюсь тоником. Протираю лицо. Мне нравится, потому что я чувствую прямо оно там с каким-то чайным деревом или что-то такое. Не помню. Тут, может, написано, но я не секу в этом. И вот эта штука вообще меня поразила. Очень удивительная вещица. Мне кажется, я не уверена на 100%, но это очень напоминает мне цинковую пасту. По крайней мере, то, как она работает. Но, во-первых, что сказано было? Не трясти. Я ее не трясла, но пока довезла до дачи, она немножко растряслась. Поэтому, видите, вот здесь вот порошочек, он лежит. Все никак не опустится. Суть в том, что нужно взять палочку. Вот так вот делаем. И по ощущениям, как будто бы замазка. Я точечно на свои прыщи наношу эту штучку, как замазкой. Она быстро достаточно высыхает. И, в принципе, наверное, действует примерно как цинковая паста. Не уверена на 100%, но она как раз-таки болячки, воспаление снимает. И я хочу сказать, что у меня кожа стала все равно намного лучше. По крайней мере, нет таких жестких покраснений, которые были у меня. То есть, вот эта штука, я ей пользуюсь, наверное, дня три, может быть. И я уже вижу какие-то приятные ощущения на своем лице. Также там был крем. Он, я так прочитала, тоже лечебный, типа увлажняющий, туда-сюда. Потом я кремом пользуюсь. Мне нравится, скажу честно. Пока еще не прошло много времени, чтобы я говорила прям супер о результатах. Но мне нравится пока. Вот такой вот у меня лук. Вот, сказать, какие планы у меня на сегодня. Да, никаких особенно. Приготовить курочку попозже. В общем, ребят, я уже переместилась в беседку для того, чтобы с вами еще немножко поболтать по поводу моей новой рубрики, которую я хочу запустить. Получается, что с этого видео я ее запускаю. Потому что вот сейчас на экране вы видите почту. И в описании тоже она будет, на которую вы можете присылать свои истории. Мне уже одна девочка присылала свою историю, спрашивала совета. И я понимаю, что возможно, точнее 100% я не смогу помочь всем или дать какой-то правильный совет всем. Это 100%. Но, по крайней мере, я смогу подбодрить человека. Я надеюсь, что это у меня получится. И понять ему, что, во-первых, он не один. Во-вторых, не стоит зацикливаться на проблеме, которая есть сейчас. Потому что, знаете, как я всегда думала, когда у меня что-то очень неприятное в жизни случалось. Сейчас я всегда думаю о том, что пусть это будет самое вот плохое, что в моей жизни со мной случалось. Вот правда. Пусть вот это будет самое плохое. Потому что я знаю, что отношения с парнями, как бы больно это ни было, конечно, мы будем об этом больше говорить в других видосах, да, уже в новой рубрике, но я понимаю, что когда ты расстаёшься с парнем, особенно которого ты любишь, и тебе кажется, что всё, это конец, потому что твоя жизнь, она просто вот закончилась. Ну, типа, что делать дальше? Как быть, если ты планировала и думала и мечтала, что с этим человеком у вас будет семья, что ты любишь, ты не можешь забыть этого человека? На самом деле, как показывает практика, я просто могу сказать вот что. Самое сложное — это расставаться с первым парнем в твоей жизни. И первым парнем в твоей жизни, я говорю, не про те отношения, когда вы просто гуляете за ручку, там, знаете, в возрасте помладше, а вот именно когда серьёзные первые отношения, ваш первый мужчина, я не знаю, какие ребята меня смотрят, с какого возраста, да, ну, я как бы знаю примерно, но мало ли. Я думаю, что все мы знаем, что такое секс, ну, в общем. Я не буду сильно углубляться прям вот как раз в такие темы, но когда первые отношения именно такие серьёзные, и для каждой девочки первый парень всегда, ну, ты его навсегда запомнишь в любом случае, как бы там ни было. Но суть в том, что всегда очень сложно выйти из этих отношений, и расстаться с парнем, если ты его не любишь, то это просто, ну, как бы реально очень сложно расстаться с человеком, с которым ты долго вместе, с которым у вас столько всего было, плюс ко всему он у тебя первый, и ты думаешь, что, ну, типа, лучше никого не будет, ну, без вариантов. То есть твоя судьба, как бы быть человеком, который к тебе, например, не очень относится, но он твой первый, куда ты пойдёшь? Ну, то есть, типа, ты не можешь расстаться с человеком вот легко, это невозможно. И, а если ты его любишь, и это он тебя, например, бросает, или вы расстаётесь, потому что он тебя там больше не любит, это ужасно больно, это ужасно больно. Я, ну, со мной конкретно такой ситуации не было, но я понимаю, насколько это тяжело, насколько это больно, особенно, когда это первые отношения, и тебя бросает любимый человек, человек, и ты ещё сама, допустим, не пришла к тому, что ты его не любишь, что вы разные, что вам вообще не по пути, потому что разные в отношениях бывают. Я не говорю о том, что все отношения приводят к тому, что ты понимаешь, что ты его не любишь. Нет, просто вот ситуация, да? И это нереально. Ну, то есть, в моём случае конкретно было так, что уже отношения, ну, изжили себя максимально, и я понимала, что, ну, как бы нам по-хорошему надо расстаться, нам надо расстаться и встретить других людей, более подходящих для нас, и жить счастливой жизнью, потому что мы уже не делаем друг друга счастливыми, это 100%. Но выйти из этих отношений практически нереально, это очень сложно, это нужно быть очень сильным человеком, чтобы просто взять в один день и сказать «всё, пока!». То есть, должно произойти вот прям что-то жёсткое, что-то такое жёсткое, чтобы тебя настолько в говно окунули лицом, чтобы ты поняла или ты понял, что всё, без вариантов, тут уже нету такого типа «ну ладно, может всё наладится, ну ладно, может…» Нет, такого не бывает, я просто знаю, что, ну, как бы вот так, такого не бывает, что всё наладится. То есть, если человек так себя ведёт в определённый там, да, этап жизни, то, скорее всего, так будет всегда. Либо только если ты умная чувиха, и ты сможешь повернуть всё так, что как бы всё изменится, но только потому, что он сам захотел измениться, а не потому, что ты ему постоянно говоришь «мне не нравится». Это очень сложно, тема отношений очень сложная на самом деле. Есть же женщины, да, которые, ну, даже не женщины, просто люди, которые много-много лет вместе, и реально у них всё кайф, да, бывают ссоры у всех, но вот что реально понимание, принимание, вот это вот всё обсуждение, очень важно общаться в отношениях, это очень важно. У нас со Славой вообще бывает такое, мы максимально открыты друг к другу, и я не хочу, чтобы были какие-то затаённые обиды друг на друга, типа, знаете, я там год живу с мыслями о том, что меня бесит в нём вот это, но я ему об этом не говорю. То есть, у нас со Славой не так. Мы можем сесть кушать, и у нас начинается игра, ну, как игра. Я говорю, давай по очереди говори друг другу, за что мы друг друга бесим. И он мне говорит, типа, меня бесит в тебе вот это, например. И это не такой разговор, что мы ругаемся и ненавидим друг друга. То есть, мы не доводим до вот таких вот точек, знаете, кипения, или как это назвать, когда уже просто вот ненависть, просто ты вот выплёскиваешь вот этот вот негатив на своего близкого, мы до такого не доводим. Хотя у нас бывают тоже ссоры какие-то, но вот так вот, чтобы друг друга просто накрыть кучей какашек, такого нет, мы не доводим, потому что у нас как бы всё построено на том, что мы общаемся обязательно, всегда. И мы можем просто сидеть спокойно друг другу, рассказывать, что друг в друге нас бесит. Но это не в такой форме, как я и сказала, что ругаешься, а в более даже, может, какой-то забавной, смешной форме. Типа, я ему могу сказать, вот меня бесит, что ты вот постоянно там вот не закрываешь тюбик пасты. Вот я думаю, твою мать, ну вот что, так сложно? Вот это же так легко. Это просто пример, конечно, мы из-за этого не ругаемся, но вот какие-то даже мелкие вещи, мелкие детали, я понимаю, что вот их важно обязательно проговаривать и говорить, потому что именно из мелочей появляется вот этот ком негатива и ненависти в конечном итоге. И вот как раз-таки по поводу того, что выйти очень сложно из первых отношений, я просто знаю, что в принципе, да, тяжело расставаться с любимым человеком, всё это понятно. Но именно выйти, мне кажется, из первых отношений, это очень сложно. Это сложно, потому что, как там бабушка, мама там говорили, слаще редьки, ничего не пробовал. И тебе кажется, что вот это вот самое вот кайфовое, самое лучшее, что есть, было и может быть в твоей жизни. И когда, ну, просто я понимаю, что когда тебе говорят, типа, да всё будет круто, вот ты рассталась с парнем, и тебе говорят, да поверь, всё будет охрененно, ты встретишь офигенного человека намного лучше, и ты будешь намного счастливей. И в это сложно поверить, когда ты находишься в таком состоянии, когда ты расстаёшься, в это сложно поверить, потому что ты не знаешь, а вдруг нет, а вдруг такого не будет. Но поверьте, так всегда, это 100% так. В любом случае, вначале всегда тяжело, это нормально. Ты должен этим переболеть, ты должен выплакать вот эти вот слёзы, да. Просто вот девочка, которая рассказала мне свою историю, они 5 лет вместе. Но парень к ней отвратительно относился всё это время. Он мог ей написать или сказать сегодня, типа, я тебя люблю, и вообще ты лучшая. А на следующий день сказать, что-то я не уверен в том, что я тебя люблю. И она мне это всё как бы расписала, и я думаю, такого не бывает. Человек просто издевается над тобой. Есть такие люди, есть люди, которые просто нас давят, понимаете? Никогда не нужно никому разрешать и показывать то, что ты не то что слабая, никогда нельзя показывать человеку, что ты вот согласна под его дудочку плясать. Просто есть разные моменты. Есть моменты, когда мужчина, да даже бывает женщина, просто задавливает, гасит, ну, там, партнёра своего. Это неправильно. Такого не может быть. Я просто знаю не понаслышке, каково это, когда рядом с тобой не тот человек, и ты просто затухаешь со временем. У тебя нет интереса вообще никакого к жизни. Ты не хочешь общаться, у тебя нет, ну, не то что друзей, но тебе неинтересно с ними общаться. У тебя пропадает вкус вообще к жизни, в принципе. Потому что ты настолько подавлена, ты настолько чувствуешь себя куском, вот, извините, говном, что нет смысла, зачем вообще подниматься с кровати, сегодня же будет такой же говняный день. И всё это из-за неправильных людей рядом с нами. Если вы такое испытываете, то подумайте о том, кто рядом с вами находится. Это очень страшно. Я считаю, что ни в коем случае нельзя быть с человеком, который вас гасит. Если вы встретили такого человека и долго с ним вместе, и только через время понимаете, что он вас гасит, не нужно строить себе иллюзии, что когда-то это изменится, и вдруг он вас зажжёт в один момент. Такого не будет, к сожалению, возможно, я не знаю, но такого не будет. Это страшно, но это опыт. Это опыт просто, вот, например, у меня такая фигня. Я хочу в 30 лет проснуться замужем с детьми, хотя бы с одним ребёнком. То есть у меня как бы есть какое-то понимание о моём будущем, что я хочу в своей жизни. И, конечно же, мой парень знает об этом, что я, ну, как бы в 30 лет, я хочу проснуться уже с ребёнком, уже замужем. Это как я себе напридумывала. Как я мечтаю, как я хочу. Я не... у меня нету, как бы, определённого плана, или, типа, знаете, не расписано по годам, по дням. Вот в этот день я выйду замуж, а вот в этом году я рожу ребёнка. У меня такого нет. Конечно, как Бог даст, я считаю так. Как Бог даст, так и будет. Это лично в моём случае у меня такое понятие. Не нужно ничего делать там раньше времени, никуда торопиться, потому что как будет, так будет. И как будет, так будет правильно для меня. Я скажу честно, к этому я пришла недавно. Это опять разговоры по душам, но обожаю, раз уж темы заходят интересные. К этому я пришла недавно. Год назад я с ума сходила по тому, как сильно я хочу детей. Это не значит, что сейчас я их не хочу, я их безумно хочу. Я мечтаю просто о том дне, когда я стану мамой, когда я выйду замуж, о том, что вот у меня будет семья, у меня будет ребёнок, потому что вы знаете, как сильно я люблю... Это смешно, но как сильно я люблю свою собаку, я к ней отношусь как к своему ребёнку. И я думаю, это нормально. Люди с животными меня понимают. Только люди без животных могут подумать, типа... Потому что люди с животными понимают, что это не просто, блин, пёс какой-то шелудивый, который бегает около тебя. Это твой малыш, ты за него несёшь ответственность. И я понимаю прекрасно, что собака — это не ребёнок. Я не сумасшедшая. Но просто суть в том, что то, насколько сильно я люблю свою собаку, мне страшно представить, как сильно я буду любить своего ребёнка. Меня это реально пугает, потому что мне кажется, что в один момент я просто его сажеру от любви. Конечно, нет, это шутки, но... Просто, знаете, до абсурда иногда доходило. Сейчас уже как бы я подуспокоилась немножко. Мамаша сумасшедшая. Я когда мы со Славой куда-то улетали, я оставляла Вивьену маме своей. Вивьена — это моя собака, кто не в курсе. И когда я отдавала её, я могла заплакать. Ну, я такая... В целом, я пацанка по жизни, мне нравится. Знаешь, что конкретно? Вот это вот пошли погуляем. Да, я такая. Но при этом я очень нежный, ну, тоже с чувствами человек. И я надеюсь, что всё-таки детственная, да? Я хочу сначала устроить свою жизнь так. Я не знаю, когда это произойдёт, да? Я всё делаю для того, чтобы добиться всего, там, о чём я мечтаю в своей жизни. Обо многом я не рассказываю в интернете, потому что пока этого не произойдёт в моей жизни, я не хочу трепаться налево и направо, какие у меня планы, какие у меня мысли, какие у меня вообще, там, бизнес-идеи. То есть я не хочу, я не люблю такое. И очень часто люди думают, что я вообще просто, типа, живу, типа, убираюсь, там, в носу ковыряюсь. Но мне даже лучше, чтобы люди думали так, потому что потом, когда я расскажу вам, что в моей жизни уже произошло и что я уже сделала в своей жизни, многие, возможно, удивятся. Хотя, может быть, и нет, но, по крайней мере, это будет такой, типа, вау, она, оказывается, всё это время не просто туалет мыла и готовила на кухне, она, оказывается, дела какие-то решала. Так вот, я поняла, что пока я не устрою свою жизнь так, чтобы я могла уделять максимальное количество времени в своей жизни своим детям, я не готова к ним. Точнее, не то, что не готова к ним, они не готовы ко мне, как будто бы, знаете. Я не знаю, как это объяснить, но просто я хочу, чтобы, когда у меня появятся дети, не скидывать сразу надолго их на, там, бабушек и дедушек, на родителей. Я не хочу так, конечно, я буду, да, давать детишек, там, к бабушке, к дедушке, это нормально, ну, типа, у меня детство офигенно прошло, очень часто я находилась как раз с дедушкой, с бабушкой на даче, и я очень счастлива, что у меня было такое прекрасное детство. Вот, но я просто не хочу сразу, вот, знаете, вот так вот, часто же бывает, что надо работать, ещё что-то делать, но нет времени с детьми сидеть. Хотя ты вроде как бы, ты же знал, ты же их рожаешь, то есть, и ты отдаёшь своих детей, там, бабушкам, дедушкам, и самым вообще не уделяешь внимания, и видишь детей максимально редко, а потом, как бы, дети вырастают, такие, типа, мама, брат у тебя, я у вас вообще это, как бы, в детстве-то и не видел. Ну, типа, я не хочу таких приколов в своей жизни, может быть, это звучит жёстко, я не знаю. Ну, опять-таки, я никого ничего не хочу обидеть, я понимаю, что разные ситуации в жизни бывают, это не то, что, типа, все такие решили сразу родить. У кого-то случайно получилось, да, хотя, я считаю, случайностей не бывает. Ну, всё бывает в жизни, пускай, просто я очень серьёзно отношусь к жизни, к таким моментам, как дети, замужество, то есть для меня это не просто по приколу выскочить замуж, нарожать детей, а потом, ой, а чё дальше-то делать? А пожрать-то чё-то не дадут? Я такого не хочу, поэтому... Но при этом я безумно жду. Когда я стану мамой и выйду замуж, конечно же, как любая, мне кажется, девчонка, как многие девчонки, я мечтаю, конечно же, о семейном счастье. И мне, на самом деле, в этой жизни много не нужно. У меня нету каких-то целей и мечт на жизнь, типа, облетать весь мир, где-то там ещё туда-сюда. То есть у меня очень простые, на самом деле, понятные многим женщинам, девушкам мечты. Я просто хочу женского счастья. Я хочу испытать материнство. Я хочу выйти замуж. Хочу прожить жизнь с любимым человеком. Но я знаю, что деньги всегда очень сложный момент в отношениях любых. Поэтому мне хочется, чтобы денежный вопрос в моей жизни всегда был кайф. Ну, типа, чтобы не надо было думать о том, господи, а чем же мне детей кормить, понимаете? Поэтому год назад, когда я была помоложе, с каждым годом я становлюсь постарше, обожаю, я просто с ума сходила. Мне казалось, что если я вот сейчас не забеременею, то я просто сойду с ума. У меня просто вот сумасшествие какое-то было в голове. Вот я не знаю, я очень сильно хотела. И я очень рада, что как бы всё сложилось так, что пока что у меня нет детей. Но потом, когда у меня появятся дети, я смогу дать им намного больше, чем я бы дала, если бы сейчас, например, я родила. Знаете, конечно, мне 22 года. Я думаю, ну что-то как-то это самое. Когда моей маме было 22 года, у моей мамы уже была я. И, ну, конечно, в этом плане немножко, да, типа, знаете, я думаю, блин, ну, вот что это я, лохушка, где дети мои? Но с другой стороны, но с другой стороны, не нужно торопиться. Опять же, все-таки нужно думать о том, как Бог даст. И вот девчоночки. Ещё вот эта девочка мне рассказывала, ну, писала, что она тоже хочет семью детей, а этот парень ей что-то там писал, говорил, типа, то, что нафиг вообще, я этого вообще не хочу, вообще просто ноль. Мне кажется, что нафиг надо бежать от таких чуваков тоже, потому что, знаете, я не люблю такие приколы, типа, очень долго встречаться с парнем, а потом вот, типа, проснуться в 30 лет, у тебя ни мужа, ни детей, и ты просто брошенная, нафиг никому не нужная. Вот такие приколы я не люблю. Я не говорю, что надо в 30 лет заканчивать всю жизнь. Нет. Многие там, блин, только к 40, в 40, даже позже рожать начинают, понимаете, замуж выходят. Я не об этом. Просто конкретно в моей ситуации, в моей жизни, я хочу в 30 лет проснуться вот так вот, да, чтобы хотя бы один ребёнок точно у меня было. В идеале два, потому что в моём прекрасном, идеальном представлении лет в 25 я рожу первого ребёнка, потом лет в 27, ближе к 28, может быть, я рожу второго ребёнка. И всё! Goodbye! И кайфуем! Поэтому не знаю. А если говорить о том, сколько детей я хочу, ну, для начала одного, хотя в идеале, вот реально, я бы хотела двоих сразу родить, и всё. Ну, типа, реально, я хочу двоих детей, это на данный момент в моей жизни. Все девчонки молоденькие, у которых есть детишки, я за вас очень рада, и надеюсь, что вы хорошие мамы для своих детишек. Вот. Потому что, знаете, тоже бывает столько историй. Вот я говорю, надо мной угорают, потому что, типа, я своё мужское и женское открываю, вот, в эту тему. А по сути, да, это же очень похоже. Просто это как бы тут я одна сижу, да, без всяких гостей и без гордона. Столько историй я уже видела, знаете. Почему, наверное, я так решила попробовать снять такую рубрику? Наверное, потому что я столько историй уже в своей жизни увидела, услышала у знакомых, много чего там происходило, и мне кажется, что если не всем я смогу помочь, и не всё я смогу рассказать, как что сделать, то, по крайней мере, я смогу просто быть другом для этих людей, подружкой, которая просто выслушает и скажет, типа, блин, держись, а! Типа, всё, всё не так плохо, поверь. Но это вот просто, знаете, иногда не хватает. Не у всех есть друзья, не у всех есть подруга, которой можно рассказать. И многие девчонки держат в себе какие-то вот такие переживания, и это ужасно, потому что у меня, слава богу, всегда, ну, были близкие, там, мама, бабушка, не знаю, Карина, ещё подружки были, которым я могла что-то рассказать, и они могли меня просто даже поддержать, если они не могли мне помочь, типа, сказать, вот, тебе надо пойти туда, сделать вот это, и тогда всё наладится, они просто могли мне сказать в очередной раз то, что я и так знаю, что, типа, всё будет хорошо, типа, это нормально, такое бывает, всё будет нормально, типа, забей. И мне, конечно же, это в любом случае помогало, потому что это поддержка, которой не всегда, не у всех есть эта поддержка. Короче, я очень переживаю, потому что, как в начале блога я сказала, что снимать такую рубрику, это очень ответственно, очень страшно, потому что все люди разные, каждый может понять по-разному, и, опять же таки, вспоминая, там, историю с Региной Тодоренко, мне, конечно, всё это очень странным кажется, я вообще не понимаю, как можно было вот такое сказать в прямом эфире, даже если ты так думаешь, если что, я так не считаю, да, но это просто к тому, что вот как можно было вообще додуматься до того, чтобы вот такое сказать, но это уже другое дело, и я понимаю, что иногда бывают такие моменты в жизни, вот у меня очень часто такое бывает, то, что для меня хорошо, оказывается, для кого-то другого это не очень хорошо, то есть даже, знаете, в отношениях с парнем, у меня не один раз была такая фигня, из-за чего мы могли даже поругаться, что я что-то сделала, и мне как бы парень говорит, типа, ты в своём уме, ты зачем это сделала, типа, ты вообще, что это за фигня, я говорю, в смысле, я же ничего плохого не сделала, я вообще, наоборот, хорошее только сделала, а оказывается, что это только для меня было хорошо, то есть нужно понимать, у меня есть вот такая, на самом деле, проблема, и иногда в жизни, если такие ситуации происходят, когда мне, допустим, парень говорит то, что это неправильно было, ну, типа, то, что ты сделала, это плохо, и я понимаю, что это же хорошо, а чем ты говоришь, смачете? и я понимаю, что, скорее всего, я действительно сделала неправильно, потому что раз это задело другого человека, вряд ли тут есть что-то хорошее и правильное, то есть я тоже работаю над собой, и всегда, вот в таких моментах, всегда признаю свою вину, и говорю то, что, ну, типа, извини, я не знала, что это будет плохо, там, для тебя, например, ну, то есть, короче, нужно быть понимающим, добрым человеком, и не эгоистом, и думать всегда о тех людях, которые рядом с вами, тем более, если это еще к тому же и ваш парень, с которым вы живете, и с которым, возможно, у вас будут дети, и вообще семья, ну, типа, нужно следить за тем, что ты говоришь вообще в принципе в жизни, а уж тем более там в прямых эфирах, и тем более в рубриках, как то, что я хочу сделать, я буду, конечно же, следить за тем, что я говорю, и я очень переживаю, что может произойти какая-то такая ситуация, типа, я, вот знаете, как я сказала в начале, благими намерениями вымощена дорога в ад, и также не делай людям добра, не получишь зла, это же не просто так придумали, потому что ты хочешь сделать добро, и ты знаешь, что это добро, но для кого-то это окажется злом, хотя ты не специально, ты же не знал, что для человека это окажется злом, да, в общем, сложная ситуация, ну, вот сами представьте, в какой ситуации я сама себя поставила, это так, ну, господи, обожаю усложнять жизнь, но мне очень хочется попробовать, потому что я это делаю, знаете, не из-за каких-то там личных интересов, типа, ой, буду говорить, обсуждать свою жизнь, и зарабатывать на этом, типа, я нормально зарабатываю на своей личной жизни, на своей жизни, я просто хочу сделать что-то хорошее, я хочу не просто мотивировать людей на уборку, на готовку, на то, чтобы выглядеть классно, и ухаживать за собой, я хочу помочь людям именно морально, я хочу, чтобы было классно, я хочу, чтобы человек мог мне написать, мне это очень приятно, у меня это всегда просто, я думаю, господи, я должна была пойти на психолога, или на кого-то, ну, какого хрена, и мне очень приятно, когда человек мне пишет, то, что, Юль, я не знаю там, как тебе благодарить, спасибо тебе большое, за то, что ты, во-первых, просто ответила, для меня это уже там, большая радость, ну, кто-то может так написать, да, и просто спасибо за то, что ты не осталась равнодушной, и постаралась как-то помочь мне, написала что-то, рассказала свою какую-то историю, ты мне очень помогла, если вы думаете, что это единичный такой случай, нет, у меня очень много такого раз в жизни было, поэтому я хочу помочь максимально большому количеству людей, которые смотрят меня, и опять же таки, просто знаете, что если вдруг что-то будет не так, знаете, что у меня были добрые намерения, ни в коем случае, никого никогда не хочу ни задеть, ни обидеть, пойду гулять, мусор выкидывать, и наконец-то пофоткаться, мне кажется, у меня уже все прическа растрепалась, в общем, смотрю на себя, нарадуюсь, не могу, такая красотка, зубая белая, рубашка белая, косички, конечно, так себе, ну, все равно, реснички, скоро еще прыщей не будет, ногти, просто восторг, девочки, посмотрите, как красиво, просто, так что я счастлива, а еще я вам не рассказывала, до того, как карантин, вот это все началось, мы со Славой написали мне трек, я пришла со своей идеей к нему в комнату, говорю, у меня есть вот такой текст, и вот такая мелодия, типа, что думаешь, он, короче, сделал примерно мелодию, как я ему там намурлыкала, и все такое, потом мы записали по тексту то, что я придумала, поняли, что, ну, по тексту вообще лажа какая-то получается, что-то можно там, типа, оставить, а что-то вот прям лажа, переделали, переписали, что-то там намудрили, и, короче, записали, как вот этот, у Славы есть рубрика на канале, кто не видел, обязательно посмотрите, я обожаю пересматривать эти выпуски, Autotune Power, по-моему, так он называется, в общем, мы там со Славой создаем треки, прям вот в видео, то есть на видео показываем весь процесс создания треков, у нас есть два прикольных трека, про сосисоны, про сосиски, причем самое интересное, кто не в курсе вдруг, что эти треки написали не мы, а подписчики комментариями написали тексты к этим трекам, вот, и про карантин тоже, мне очень нравится, офигенная песня, вот реально, если бы ее как-то чуть, ну, сделать более, ну, так, знаете, посерьезнее, где-то в каких-то моментах что-то поменять, убрать там такое количество автотюна, то мне кажется, ее чисто на радио, и вообще огонь, очень классная получилась, вот, и мне бы тоже, короче, сделали трек, который мне безумно нравится, я просто, я не знаю, меня так бесит, я очень хочу его выпустить, очень хочу, чтобы просто он всем зашел, чтобы всем понравился, потому что можно сказать, что, не можно сказать, это 100%, это чисто полностью наша совместная работа, и это первая такая, скажем так, песня, в которой я максимально участвовала, ну, как при создании именно музыки, то есть, что-то говорила Славе тоже, может, спрашивала, типа, давай вот это где-то поменяем, давай здесь добавим вот это, то есть, для меня это максимально офигенно, я обожаю такие творческие процессы, и по словам тоже, по тексту, вместе придумывали, подбирали, писали, меняли местами что-то, и не знаю, я так хочу, чтобы это вышло, но проблема в том, у меня есть эта песня на телефоне, типа, как демка, она полностью вся в блютом автотюне, но она офигенно звучит, просто я понимаю, что автотюн это моя тема, просто моя, но настолько много, сколько его вот в этих наших, автотюн пауэр, и вот то, что я вам говорю про песню, которая у меня есть, его слишком много, ну то есть, это мне не очень нравится, это как именно для серьезной работы, которую выставляешь там в iTunes, типа, знаете, так для себя по кайфу послужить, с автотюном огонь, но не для того, чтобы выпускать, ну короче, суть в том, что мне безумно нравится эта песня, мне безумно нравится то, что получилось, может быть, она там не просто взрыв вообще века, но мне очень нравится то, что получилось, я бы безумно хотела, чтобы мы ее доделали, доработали, но, к сожалению, пока что нет такой возможности, поскольку мы сидим на даче, не можем там что-то перезаписать, переделать в Москве, это все равно занимает очень много времени, и вот над этой мелодией, так сказать, музыкой, песенкой мы работали, не знаю сколько, ну недель, наверное, понятно, не каждый день, не так, что вот каждый день, хотя несколько дней каждый день, потом перерыв, и снова садились, что-то переделали, доделали, Слава много, там тоже все сделал, в общем, офигенный трек, не знаю, сейчас чуть-чуть вам включу, но учтите, что она вся полностью в автотюне, это типа демка, то есть это не то, что я когда-то выпущу в интернет, это просто демка, которую хочется, ну, как бы перезаписать, с меньшим количеством автотюна сделать, и все такое, но я так кайфую, мне так нравится, реально, пипец, Я снова забыта тобой, И снова гуляю одна, Мне кажется, что этот город пустой, Оставил на моем сердце шрам, Все эти фразы о любви, что говорил Галый, Все они в прошлом разошлись в наши пути, чуть-чуть кусочек маленький, я не знаю, может быть, когда-то мы из нее что-то сделаем классное, понятно, половину переделаем, где-то текст поменяем, все вообще, ну, как бы, типа, это такая демка, кто не в курсе, что такое демка, это такая, как бы, хреновая версия того, что может получиться, обычно демки, типа, отправляют как раз на продажу, есть такое, вот, и потом, как бы, демку можно 500 раз переделать, поменять текст, поменять где-то даже мелодию, где-то еще что-то, в общем, там такой тяжелый процесс, но мы сделали классную демку, то есть, это демка, это как бы не то, что выпускать, нет, это такая демка, которую можно, как бы, так, знаете, вот, если хочешь продать песню, показываешь демку, и говоришь, вот, как бы, что-то типа того, а человек уже, да, ну, с мозгами, которые музыкой занимаются, он уже представляет, что он может поменять, сделать под себя еще что-то, то есть, у нас как бы, есть такая демка, которую, ну, не стыдно, есть еще показать, чтобы продать ее, но это не в этих моментах, нет, я хочу ее себе, не знаю, просто меня она прям качает, мне вставляет, мне нравится, в общем, ладно, все, я пошла выкидывать мусор, гулять со своим парнем, подачей, и собачкой, в общем, ребята, сегодня снова у нас получился такой разговорный влог, но, что поделать, я была очень занята разговорами с вами, и сегодня ничего такого прям суперполезного не сделала, могу сказать так, но завтра начну делать что-то полезное, как минимум, выставлю это видео и начну принимать, надеюсь, много разных, точнее, я бы хотела, чтобы этих писем было мало, поскольку, в основном, я думаю, они будут грустные, я промою новую рубрику, но, в общем, буду все анализировать, выставлю, буду читать, думать, и начну уже составлять какой-то план для моей рубрики, ой, все еще не знаю, что из этого выйдет, ну, посмотрим, вот, хочется завтра что-нибудь вкусненькое приготовить, расслабиться, отдохнуть, сейчас еще мне нужно помыть голову, снять макияж, и начну монтировать видос, а еще нужно помыть собачку, и все, и монтаж, а потом, надеюсь, посмотреть какой-нибудь классный фильм, кстати, если вы знаете, какие-то классные фильмы, реально крутые, они могут быть даже старые, ради бога, пишите обязательно о них тоже в комментариях, я думаю, что всем будет интересно залезть потом еще в комментарии, посмотреть разные какие-нибудь подборки фильмов, вот, а я в свою очередь обещаю в следующем влоге поделиться с вами тоже какой-нибудь классной подборкой моих любимых фильмов, так что вот, спасибо большое всем за просмотр, надеюсь, что это видео было вам интересно, хотя, конечно, много болтали, движухи сильно много не было, но обещаю, что следующие влоги будут более подвижны, вот, так что спасибо еще раз, всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, и всем пока!